Там еще в районе 3-5 тысяч тонн всего. Когда я говорил, еще было стабильное время, в 2009-2005 промежутки. Тогда максимально добыли 43 тысяч тонн в один год. Вот это котельник, тем самым не смотрели, тем самым получили колоссальные угодки. И вот это печальное состояние, о котором сейчас происходит. На дороге имелась 20-15 станция, половина из них была оборудована электрической централизацией с плафорами. Между станциями имелась телефонная связь. На каждой станции имелась смена черных инфостанций, которые сидели на постах. И, собственно говоря, оправдали всем движением. В составы ходили по 30 вагонов. Всего в парке было больше 600 надвагонных вагонов, больше 100 грузовых платформ. Участок, в котором мы сами едем, был двухпутный. Много было двухпутных вставок, потому что очень была высокая грузная напряженность. И уже одна крупная установления не справлялась с таким вагоном грузов. Но, помимо основной функции, это будет перевозка торфа. Дорога занималась перевозкой пассажиров. Со станции центрального большого пассажирского Недильского до пассажирского вокзала, а до авто вокзала, станции Терсова-2, идёт пассажирский поезд два раза в день, на который пересадились приехавшие с Ленинграда из Новгорода. И вот 28 километров до Терсова-2 ехали пассажирский поезд. Ну, последние годы, до 1995 года, ходил пассажирский, уже ходил авто-матриса, с надеющейся его вагон. То есть, тут, в своём ровно, был пригородный телепоезд. Ну, и когда Терсова-2 ехали пассажирский начал умирать, пригородным поездом, в основном поездом, уже грядники и ягоди. Также во всем лесным посёлках, точнее торфяным, а раньше всего было большое количество, находили поезда с вагонами и лавками, как называемыми. В каждой посёлке был кабачок, когда приезжала вагон-лавка, и с него осуществлялась продажа продуктов. Ну, за продуктами ездили и на рабочих поездах посёлок, в посёлке было всё, был универмаг, было приматикально своя, даже не одна. В принципе, в отличие от Ленинграда, того же при пустых полках, в Ленинграде здесь, как все рассказывали, было всё, была и колбаса, были и прочие пациенты приматительного питания. То есть, в принципе, заботы нас в Советском Союзе, кто поднимал сторону и кто занимался энергетикой нашего края. Там мы, как я говорил, ходили вагон-лавки и развозили по посёлку Палатуре. По имени входили школьные поезда, из посёлков, в которых не было школы. Школы наил посередский вагончик с тепловозом и забирал утром и вечером, развозил школьников. В 90-е годы, естественно, большинство посёлков было ликвидировано, оставшиеся вымерли сами собой, школы, все магазины, всё это было разрушено, простая школьная диалог. Ну и из большого посёлка Тюрсово-Литейского, которое достигало население больше 8 тысяч человек, осталось всего 2,5 тысяч человек. В основном это уже предмессионного и предмессионного возраста. Вся молодёжь уехала, работа здесь не или нет, и просто... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok